Европейская чистота, аккуратные подстриженные газоны, в центре сквера установили скамейки и урны. Отдыхать и прогуливаться около здания предприятия «Водоканал» приятно. Молодые мамы приводят сквер на прогулку детей, как в маленький парк. Для того, чтобы поддерживать порядок на территории, каждый четверг мы выходим с утра всем коллективом, подметаем, убираем сухие листья. В этом году посадили несколько молодых деревьев. В центральном входе нашего «Водоканала» очень часто гуляют мамы с детьми. И здесь, поскольку много деревьев, зеленая трава всегда очень чистая, они с удовольствием сюда приходят. Хвойный аромат леса в городе, ровные дорожки из тротуарной плитки и, как бельмо в глазу, полуразрушенное сооружение соседей, предприятие «Теплосети». Обещали облагородить и привести в порядок в начале лета, а ВОЗ и ныне там. Удивили соседи с другой стороны улицы Лермонтово. Со стройки пыли, грязь, из забора торчит проволока. Большегрузные машины разбили тротуар. Застройщик приносит извинения с сообщением на баннере. Но полотно баннера доброго слова не стоит. Соседи предприятия «НЕСК» электросети на газоне культивируют амброзию. Через пару дней пыльца самой аллергенной травы разлетится с ветром. Данный куст мы видим уже, что начинается цветение, еще день-два, и уже пыльца по полной программе пойдет, которая будет вызывать непосредственно уже аллергические реакции у людей. Поэтому необходимо под корень ее срезать и уничтожить, и не давать ей отрастать в дальнейшем. Постоянно вести мониторинг и подкашивать. Этот газон подходит под предписание. Мы сейчас проезжали, и если сейчас в ближайший срок не выйдут, как нам пообещало руководство, мы сейчас вызовем карантинного инспектора и составим протокол. Сотрудники предприятия отреагировали на замечания и почти выполнили обещание. Почти, потому что работник с косилкой простоял на газоне ровно две минуты. И видно, пожалел амброзию. Кусты карантинного сорняка продолжают свисти и пахнуть. Не все руководители поддерживают общегородской стиль благоустройства, и не все заботятся об имидже предприятия, как руководство водоканала.